привет привет это Таня Солевола и у меня сегодня такая небольшая консервация хотя я говорила что я консервацию делать не буду но я в интернете увидела очень интересный рецепт при том всем что у меня рецепт именно вот с такими маленькими мелкоплодными томатиками чириками сливками маленькими и мне почему-то захотелось сделать потому что ну как бы у меня все есть для этого пожелание я буду делать в пол литровых баночках это будут томаты в собственном соку то есть я будут эти чирики выкладывать баночки из больших помидор делать сок и заливать и консервировать соки вот когда-то давным-давном я такое делала но почему-то у меня помидорки вот эти вот они вот самим соком не не промариновались они были пресные вот и такой же случай у меня был когда я делала соленые помидоры квашеные помидоры они тоже толсток кожей были и маринад в середину не попал помидор не просорился он был пресный бывает такое поэтому нужно помидорку нескольких местах проколоть иголочкой так что попытка номер два моей жизни помидоры в собственном соку буду накладывать раскладывать по баночкам и делать сейчас это все дело разложу красиво и включусь да кстати берете либо зубочистку либо ножик либо вот у меня спичка вот отточенная просто кончик отточенный ножиком срезала и просто нескольких местах вот так вот прокалываю тогда они точно примаренуются потому что но вы знаем что сливка она обычно у нее плотная кожица вот так каждый томатик понятно когда много у вас помидорчиков то замахаешься вот этот тыкать но у меня немного я потыкаю потыкаю сейчас и поскладываю в баночку у меня получилось 4 баночки каждую баночку я буду класть вот такой маленький небольшой зонтик укропа для аромата можно на дно положить я на дно забыла положу сверху помидорчики накладываем не до верха самого так чтобы у нас сюда еще какой-то сок поместился чтобы можно было потом этот сок выпить он будет очень вкусный готовим помидоры для сока помытые помидоры я им делаю надрез крестообразный вот так и складываю в кастрюлю в которой у меня они будут готовиться помидоров беру на глаз я не взвешивала сколько у меня тут есть может быть в рецепте и взвешивали а я не взвешиваю не хватит еще доделаю останется выпью сок подумаешь помидоры хорошие спелые сочные так вот у меня вышла целая кастрюля резаных помидор надрезанных таких сейчас я сюда добавлю ну где-то приблизительно пол литровую банку воды пол литра воды и поставлю варить мне нужно их сварить до такого состояния чтобы они шкурка хорошо отходила и мякоть была такая мягкая чтобы потом это все перетереть через сито если у вас есть высоковыжималка для томатов и либо же насадка на мясорубку для помидоров для томатов вам это легче пропустили сделали сок и все и вас уже все готово у меня этого нету это у меня еще только в мечтах вот и в планах и в мечтах и я буду делать таким способом у меня помидоры разварились вот так они теперь выглядят они полностью разварились что я буду делать перекладывать и через это перетирать вот так потихонечку потихонечку буду перетирать сок вытекает а шкурка семена должна остаться в сети и так и перетру все помидоры вот у меня получился сок без кожуры и без семечки так как я сюда добавляла водичку водичка немножечко конечно когда помидорки варились испарилась но я хочу немножечко проварить этот сок для того чтобы еще больше выпарить жидкости чтобы больше было именно сока сейчас попробую на вкус томатный сок только без соли но все-таки водичку немножко выпарю иду поставлю на маленький газ и буду выпаривать кстати решила добавить в каждую баночку по зубчику чеснока небольшом таки мне кажется будет ароматнее с чесночком по одному зубчику небольшой очищены уже есть сок добавлю совсем чуть-чуть лимонной кислоты вот это вот ну на кончике ножа вот сколько видно вот совсем чуть-чуть вот это на 2 литра сока во столько не совсем чуть-чуть это для перестраховки так значит у меня я перемерила сколько у меня здесь сока у меня здесь вот она мне видите сколько было и выпарилась а у меня здесь полтора литра сока вот и на каждый литр я буду добавлять ложку соли столовую и две ложки без горки сахара если полтора литра это значит полторы ложки соли и три ложки сахара так так вот чтобы не было горки снимаю раз половинка это соль и 3 ложки сахара есть так теперь что мне надо можно было конечно сюда и перчик душистый добавить по желанию как хотите сейчас это все размешаю залью соком баночки и поставлю стерилизовать пол-литровая баночка достаточно минут десять-пятнадцать вот от закипания я думаю что десять раз будет достаточно кто-то еще перчик добавляет болгарский для вкуса получается такой овощной сок я не буду добавлять у меня будет классический накрываю крышечками банки и крышки предварительно я не стерилизовала поставлю кастрюльку на дно поставлю какую-то тряпочку налью теплой водичкой и вот так вот по поясочек вот по этот дождусь закипания и от закипания воды 10 минут растеризую и закатаю кстати у меня осталось сок и осталось а ровно пол-литра видите и вот так просто как сок и закатаю одну кастрюльку поместилось у меня четыре баночки с помидорками а в эту кастрюльку у меня поместился красочек ну вот и готовы мои томатики собственно соку простеризовала закатала и накрываю полотенцем до полного остывания попытка номер два посмотрим что получится понравится буду еще делать не понравится ну что ж оно не пропадет можно их перетереть и также использовать как томат все всем папа всем хороших заготовок папа нам 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 Продолжение следует...